Вот так война в последний раз напомнила о себе. Дорога, по которой я шла в то утро, была самой трудной дорогой в моей жизни. И мне казалось, что лучше миреть, чем так жить. А младенец, пригревшийся у меня на руках, пошвеливался теплым мягоньким комочком и не переставал плакать. Несла его и говорила, какой же ты несчастный родился, с первым криком своим распрощался с матерью. И вдруг откуда-то издалека донеслась мысль, а ведь жизнь не совсем погибла, остался росточек. Но тут же подумала, да какой же он жилец, если не попробовал даже материнского молока. Нет, надолго не хватит его. Но так хотелось, чтобы ребенок остался жив, что я взмолилась судьбе, ну оставь живы хоть этого. Не дай ему умереть, может выживет, может выкарабкается как-нибудь. Путь вот так и шла, отчаивалась, надеялась и снова отчаивалась. И незаметно наступило утро, когда мы добрались до Аила. Читаю Айтматова.